Иркутск готовится к крещению. На заливе Икобе обустраивают и Ордань. Это единственное разрешенное место для праздничного омовения, отметили в городской администрации. Уже сделали снежные ограждения. Мастера трудятся над созданием скульптур изо льда. Подготавливают и проруби. Всего их будет три. Две для купания и одна для забора воды. Все работы выполняют прихожане храма Александра Невского, сотрудники театра народной драмы и волонтеры. Освящение водоема пройдет 19 января после утренней литургии и крестного хода. Только после этого можно будет искупаться. На единственной Иордане будут раздавать горячий чай. Там поставят палатки для обогрева и переодевания, контейнеры для сбора мусора и подготовят автопарковки. В Братске сгорел троллейбус. Он вышел на линию только в октябре. Машину купили по федеральному проекту «Чистый воздух» полгода назад. По словам очевидцев, водитель остановился на конечной остановке у Братского лесопромышленного комплекса. Пассажиров в момент возгорания в салоне уже не было. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. Водитель не смог сам справиться с огнем. Пока он обесточивал машину, пламя охватило кабину и быстро распространилось по салону. Транспорт полностью уничтожен. В администрации города рассказали, что все троллейбусы, купленные по программе «Чистый воздух» на гарантии, проведут расследование причин происшествия совместно с представителями завода-изготовителя. Дополнительно проверят и другие машины, купленные у поставщика. Всего в городе еще 32 подобных троллейбуса. Иностранца, находящегося в международном розыске, задержали в Иркутской области. Гражданина Вьетнама заочно приговорили к восьми годам лишения свободы в Чешской республике. В 2007 году он там жил и работал. Во время ссоры 41-летний мужчина ранил ножом своего соотечественника, а потом уехал на родину. По каналам Интерпола его объявили в международный розыск. Несколько дней назад вьетнамец с транзитом приехал в аэропорт Иркутска, где его задержали сотрудники российской полиции. Иностранцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 40 дней, до тех пор, пока его не передадут чешским правоохранительным органам. За последние несколько лет в Тулуне заболеваемость гриппом выросла в 23 раза. Об этом рассказали городские врачи. За прошедшую неделю в Тулунскую городскую больницу обратились 129 человек с симптомами ОРВИ. Из них примерно половина – дети. Диагноз «грипп» поставили 11 из них. Выявляют и COVID-19, но намного меньше, чем в последние годы. Врачи рассказывают, что это заболевание обнаруживают случайно. Симптомов чаще всего нет. Его находят у тех, кто поступает в хирургические и терапевтические отделения. С гриппом другая история. Повышается температура, появляется кашель и отдышка. Чаще всего заболевают непривитые люди. Турнир по волейболу прошел в Усть-Куте. Спортивные соревнования заняли сразу две площадки, ведь участвовало большое количество команд. Приехали сразиться восемь мужских коллективов и пять женских. На традиционный турнир в родной город возвращаются студенты, которые уже выпустились из спортивных школ и продолжают обучение в других местах. Для них это возможность встретиться со старыми друзьями и узнать, как сейчас идут дела у спортивных коллективов, рассказывают тренеры. Встречи прошли ярко и эмоционально. Восемь команд собралось в этом году. Это для нашего города очень много. Неожиданно. Приехало много студентов, наших воспитанников. И очень приятно, конечно, поиграть с ними. Поздороваться, поговорить о делах, как они учатся и, соответственно, волейбол.